Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, старина Фриги Викинг. Всем хорошего настроения! В этом видео мы поговорим с вами об ивенте Мобилизация Племен. Данное событие позволяет получить очень хорошие награды для игроков, но не все игроки знают, как правильно выполнять данное событие. И в этом видео я расскажу вам об основных деталях, на которые нужно обратить свое внимание, чтобы получить максимальное количество наград с этого ивента. Ну а твоя основная задача — устроиться поудобнее, порекомендовать мой канал своим друзьям, своей команде, с которыми ты играешь, чтобы они тоже знали всю необходимую информацию об игре. Конечно же, поставить лайкос, подписаться на канал, если ты этого еще не сделал, и прожать колокольчик, чтобы получать все уведомления о новых видео и стримах. Ну а еще я не могу позволить себе не поделиться с тобой еще одной хорошей новостью. Игра Викинг Райс развивается бешеными темпами, и наша банда викингов становится все больше. И уже 31 мая игра Викинг Райс выходит для платформы Апгеллери. И если ты счастливый обладатель устройства с платформой Апгеллери, под этим видео ты найдешь ссылочку на пост, в котором ты сможешь сделать предрегистрацию в игру Викинг Райс. И уже 31 мая ворвешься в нее со всей информацией, которую узнаешь на моем канале. Поехали! Чтобы познакомиться с правилами события данного ивента, тебе нужно зайти на главную страницу ивента, когда он стартует, и нажать на кнопочку знак вопроса. И здесь ты сможешь ознакомиться со всеми правилами, которые действуют для события мобилизации племен. Конечно же, всех игроков в первую очередь интересуют награды, которые мы можем получить с данного события. Награды делятся на два типа. За рейтинг вождя, то есть это индивидуальные награды, и за рейтинг альянса, в котором мы также, выполняя задания всем альянсам, получаем определенный топ в данном событии и можем получить награды за рейтинг нашего племени. Чтобы узнать, какие награды получит каждый игрок твоего племени по окончанию данного ивента, заходим в рейтинг племени, переходим во вкладку награды. И здесь мы можем увидеть, какие награды получает племя, заняв то или иное место в данном ивенте. Но вы должны знать определенный нюанс, который влияет на то, получите ли вы награду в данном событии или нет. Рассчитывать на то, что игроки твоего племени пройдут ивент, и ты получишь награду, не стоит. Так как участники племени получат ранговую награду, когда их индивидуальный счет достигнет 1500 очков, и счет племени достигнет 30000 очков. То есть, ваша основная задача набирать максимальное количество очков на вашем аккаунте. Это будет суммироваться в общий счет, и по окончании ивента с почты вы заберете ту награду, которую заслужило ваше племя в данном событии. Но также каждый участник племени будет получать дополнительные награды, когда племя выполняет определенный порог очков в данном событии. Эти награды не такие большие, но тем не менее, за участие в данном событии, каждый игрок племени, который закрывает необходимое количество очков для данной награды, будет забирать их в этом ивенте. Следующий вид наград, и они являются более ценными, мы получаем за индивидуальный рейтинг. Для этого нажимаем кнопку «Рейтинг вождей», переходим во вкладку «Наград», и здесь мы можем посмотреть, какие награды вы сможете получить, заняв то или иное место. В данном событии вы получаете награды от топ-50, поэтому чем выше вы подниметесь в данном рейтинге, тем вкуснее будет ваша награда. Чтобы набирать большое количество очков индивидуальных и чтобы они суммировались в общий рейтинг племени, вам необходимо выполнять на протяжении всего ивента различные задания, которые доступны на основной вкладке данного ивента. Здесь вы можете увидеть то, что задания дают вам определенное количество очков за выполнение каждого задания. И также у всех заданий есть ранг, то есть чем больше звезд на задании, тем больше очков вы можете получить, выполнив данное задание. Я рекомендую игрокам выбирать задание с максимальным количеством звезд и также хотел бы обратить ваше внимание на количество очков, которое дает каждое задание. Чем больше очков вы можете получить с этого задания, и если вы можете его выполнить, тем больше вы будете расти в индивидуальном рейтинге, и также рейтинг вашего племени будет повышаться. Заданий бывают разного типа, здесь вы можете собирать ресурсы, можете увеличивать мощь ваших технологий, можете бить форты нефлунгов, строить здания, но самые ценные задания, которые дают вам большее количество очков на пополнение ваших кристаллов на аккаунте. То есть игрокам, которые донатят в игру, я рекомендую выбирать задания с максимальным количеством звезд на пополнение вашего игрового счета в кристаллах. То есть, когда вы совершаете любую покупку и приняли это задание, набрав определенное количество самоцветов по заданию, вы будете получать максимальное количество очков в данном событии. Также обратите внимание, что задания подсвечены разным цветом. Есть задания вот такого золотого оттенка, и есть серые задания. Задания с золотым оттенком – это ваши индивидуальные задания, которые вы можете обновлять самостоятельно. То есть, два первых задания выпадают на вашем аккаунте только для вас. Для других участников племени они недоступны. Все остальные задания являются общими. То есть, серые задания видят все участники Альянса, но обновлять данные задания может только лидер Альянса, либо титулованный R4. После того, как один из лидеров вашего Альянса обновит серое задание, пойдет кулдаун, после него данное задание обновится и станет доступным для всех участников данного племени. Поэтому я хотел бы рекомендовать всем участникам обращать внимание на те задания, которые выпадают на данный момент. Не брать все задания подряд, которые принесут вам небольшое количество очков. Выбирать задания, которые актуальны по развитию вашего аккаунта на сегодняшний день. И, конечно же, выбирать задания с максимальным рангом, с максимальным количеством звезд и с максимальным количеством очков, которые вы можете получить, выполнив данное задание. Также еще один очень важный аспект, это то, что вам дается 5 заданий. После того, как вы выполните 5 заданий, попытки ваших заданий закончатся. Но после того, как игрок сделает 5 бесплатных заданий, он сможет продолжить участие в ивенте. Для этого ему необходимо пополнять количество попыток. Их можно покупать за игровую валюту. Это самоцветы, красные самоцветы, которые вы получаете с различных ивентов, либо же с донатных пополнений вашего аккаунта. Сейчас на моем аккаунте выполнены 5 заданий, которые давались бесплатно. После этого я докупал задания за самоцветы. С каждой купленной попыткой за самоцветы стоимость заданий увеличивается. Каждый день вы можете совершать 5 покупок заданий. То есть у вас будет дополнительно 5 заданий, которые вы купите за самоцветы. Стоимость будет сбрасываться каждый игровой день в этом ивенте. То есть первая попытка стоит 50 самоцветов. Следующая попытка стоит 200 самоцветов. Третья попытка, которую вы покупаете, будет стоить уже 1000 самоцветов. Четвертая попытка в день будет стоить 2000 самоцветов. Но после обновления игрового дня по 0.0 UTC в игре стоимость сбросится. И в течение этого ивента на следующий игровой день первая покупка дополнительного задания будет стоить вновь 50 самоцветов. Сейчас мне выпало задание на пополнение счета. Я принимаю задание. Перехожу в свой донат-шоп. Моя задача сейчас пополнить мой аккаунт с донатного предложения на 3000 самоцветов. И я выбираю тот донатный пакет, который позволит мне получить за покупку данного пакета от 3000 самоцветов. К примеру, для меня сейчас актуальное направление это строительство зданий. Я могу купить городское строительство второго уровня. И при этом на мой счет зачислится 5000 самоцветов, которые зачислятся в данный ивент. Покупка совершена. После этого я перехожу в событие мобилизация племен. И вы можете увидеть, что данное задание было выполнено. Сейчас я добавлю к своему игровому счету 1300 очков после выполнения данного задания. Также данные очки зачислились в общий рейтинг племени, в котором я нахожусь. Событие мобилизация племен. Аналогично вы будете получать очки, выполняя другие задания. И очень важно, не забывайте просить своих офицеров, чтобы они обновляли задания, которые не дают большое количество очков. И чтобы вы могли выбрать задание, которое актуально на сегодняшний момент для развития вашего аккаунта. Событие мобилизации племен является очень профитным для всего альянса и для каждого игрока в отдельности. Даже если вы не займете высокий ранг в данном событии лично или своим племенем, выполняя элементарные бесплатные задания каждый день, вы сможете получить весьма ценные награды за каждый порог набранных очков на своем аккаунте. Если на протяжении одного цикла ивента вы выполняете легкие и недорогие для вас задания, в том числе с этих сундуков вы сможете забрать осколки сезонного рабочего, из-за прохождения одного ивента мобилизации племен, вы сможете получить осколки сезонного рабочего и нанять себе одного золотого сезонного рабочего на свой аккаунт. И это будет являться весьма солидным бустом для вашего развития. Надеюсь, данное видео было полезно для тебя. Не забудь поделиться этим видео с участниками своего племени, чтобы они максимально профитно выполняли данный ивент, получали награды и приносили очки для твоего племени. Также не забудь подписаться на канал, поставить лайкосы, прожать колокольчик и жди следующих видео от меня. Всем хорошего настроения, всех обнял, скоро увидимся.